Представленные в проекте закона предлагаются доходы на расходную часть областного бюджета увеличить на дополнительные поступающие в текущем году целевые федеральные средства в общей сумме 174 млн 555,7 тыс. рублей. В их составе субсидии на финансированные капитальные вложения в сумме 106 млн 500 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Горбино, субсидии на содействие достижения целевых показателей реализации региональных программ развития грабочного комплекса 24 млн 348,7 тыс. рублей и ныне же бюджетные трансферты на реконструкцию спального комплекса Михайловской школы-интерната в сумме 14 млн 979,8 тыс. рублей. И ныне же бюджетные трансферты на осуществление единовременных выборов медицинским работникам в сумме 13 млн 200 тыс. рублей. Субсидии на оборудование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях в сумме 10 млн 331,5 тыс. рублей и новые субсидии, которые благодарны субъектами. Ну и о других позициях сумма незначительна, а не те поименованные в объяснительной записке. Кроме того, таком-то расходы части областного бюджета предлагаются увеличить на 17 тыс. рублей за счет безвозмездных перечислений, которые поступают от юридических лиц в соответствии с церевым назначением к отдельным учреждениям здравоохранениям. В данном случае это был ребенком. В то же время, в связи с поступившим от главного распределителя ЦС федерального бюджета, а именно федерального дорожного агентства, уведомление о уменьшении сигнований по межбюджетным трансферам на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предлагается сокращение доходной расходной части областного бюджета в сумме 2 млн 2,5 тыс. рублей. Но об этом изменении было у нас, естественно, уже давно, поэтому просто приводим в соответствие при получении документов параметры областного бюджета. В представленном проекте закона, также, исходя из анализа исполнения областного бюджета за первые годы текущего года, и прогнозы поступления доходов до конца текущего года, предлагается внести изменения по отдельным доходным источникам, без изменения общей суммы поступления доходов в областной бюджет. Прелагается увеличить поступление по налогу на прибыль, сократив при этом поступление по трем доходным источникам. Это налог на общество организации, это акцизы на пиво и доходы от реализации имущества государственного. В законопроекте предлагается также предусведение о сигновании им по отдельным владельцам расходной части областного бюджета. На завод основные инфекции предлагается увеличить о сигновании на реализацию государственной программы социально-экономической развития населенных пунктов на общую сумму 160 млн 514,6 тыс. рублей в целях проведения работы на социально значимых объектах области. Это такие объекты, как завершение инфекции стадиона в районном поселке Старожилово, строительство БСМП в городе Рязани, строительство МИФАПов, ну и ряд других объектов. В рамках реализации этой программы системы обеспечения вызова экстремных оперативных служб, чьей линии номер 112 государственной программы Рязанской области, профилактика правонарушений и предупреждений чрезвычайных ситуаций, предлагается увеличение о сигновании в сумме 51 млн 493,4 тыс. рублей для завершения работ по разворачиванию на территории области единой системы обеспечения вызова экстремных оперативных служб. Предлагается также увеличение о сигновании на реализацию государственной программы развития здравоохранения Рязанской области на общую сумму 22 млн 15,1 тыс. рублей для приобретения вакцин в церкви реализации календаря профилактических ливок, а также медицинских препаратов для граждан и имеющих прав на бесплатное юнорственное обеспечение. Далее, в связи с созданием соответствия степени действующего законодательства учреждений, выполняющего функции по указанской оценке, а также необходимостью решения вопросов в сфере регулирования отношений к государственной собственности, предлагается увеличить расходы на реализацию ведомственной целевой программы уменьшения эффективности управления государственным имуществом Рязанской области в сумме 20 млн 226,1 тыс. рублей. В целях разработки уменьшенной схемы организации транспортного услуга населения общественным транспортом предлагается увеличение сигнования на реализацию государственной программы Рязанского госдорожного водительства и транспорт в сумме 1,750 тыс. рублей. Для реализации действующих соглашений по стимулированию инвестиционной деятельности в рамках реализации программы обышения инвестиционного потенциала государственной программы экономического развития предлагается увеличение ассигнований Министерства экономического развития и торгового в сумме 4,1,1 тыс. рублей. Также проектом закона предлагается восстановление в сумме 43,792,8 тыс. рублей ассигнования резервного фонда правительства Рязанской области, которые ранее были задействованы в их внесении изменений в законном бюджете на реализацию создательных значимых мероприятий. Кроме того, поправками предлагается увеличить расходы и доходы областного бюджета по дорожной деятельности на 200 миллионов рублей в связи с заключением соглашения с городом Москвой на реализацию дорожной деятельности в интервью Рязанской области. И предлагается также превосходение ассигнований в рамках программы развития коммунальной инфраструктуры на распоряжение и повышение энергетической эффективности в сумме 5 миллионов рублей для премирования победителей областного конкурса «Самый благоустроенный городской округ и городское поселение Рязанской области». Под названной мной позицией увеличение ассигнований предлагается осуществить за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга в сумме 300 миллионов 984,6 тысяч рублей, которые высвободили в текущем году в связи с проведенной работой у рефинансированных привлеченных ранее кредитов кредитных организаций более дешевыми кредитами, а также замещением их на бюджетные кредиты. И предполагается использовать экономию по расходам на оказание и поддержке граждан по приобретению жилья в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов» в сумме 2 миллиона рублей и с досрочным погашением граждан и патечных кредитов. Предлагается также внести изменения в определении ассигнований по отдельным государственным программам в часть уточнения мероприятий и объектов без изменения общего объема финансирования. Прошу поддержать специальный проект. Спасибо.